Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ксения Николаевна, я руководитель направления подготовки к УГ по русскому языку в Школково, и сегодня мы с вами будем разбирать, из чего же состоит вариант УГ по русскому языку. Вариант УГ по русскому языку состоит из трех частей. Первая часть — это изложение. Когда вы зайдете в аудиторию, вам либо же преподаватель зачитает два раза определенный текст, либо вам включит запись, на которой вам также два раза засчитают текст. Основная задача ваша, когда вы пишете изложение, это сократить текст, оставив смысл данного текста, а также абзацное членение этого текста. То есть вам нужно слушать внимательно, не отвлекаться, и в течение года научиться правильно конспектировать изложение, чтобы не допустить ошибок на самом экзамене. Следующая часть — это тестовая. Здесь всего семь заданий. Казалось бы, немного, но тоже можно допустить ошибки. Первым в тестовое задании является задание номер два — это синтаксический анализ. Перед вами будет текст и пять высказываний, где вас попросят выбрать нужное, то есть верное высказывание. Вам могут предложить определить грамматическую основу, вам могут предложить определить тип сказуемого, определить тип предаточного, количество грамматических основ предложения и так далее. То есть вам нужно знать конкретно синтаксис предложения, уметь определять грамматические основы, понимать, что входит в нее, а что является лишним. Также знать типы предаточных, знать типы сказуемых и сколько грамматических основ в предложении может встретиться, а также типы связи этих самых основ в предложении. Следующее задание — это задание номер три. Это пунктуационный анализ. Вас попросят выписать все цифры, на месте которых должна ставиться запятая, тире, двоеточие или даже кавычки. Казалось бы, кавычки. Ну серьезно? Ну да, вас также могут спросить про кавычки. Стоит знать и правила для них. Поэтому вам важно выучить множество правил, потому что выбор будет довольно широким. Например, на месте одной цифры может стоять не просто запятая или ничего, там может стоять запятая, тире, двоеточие, даже кавычка или ничего. То есть вам нужно понимать, какое правило используется для постановки каждого знака в задании номер три. Далее перейдем к четвертому заданию. Это задание на синтаксический анализ. Вас попросят одно словосочетание заменить другим синонимичным словосочетанием, но с другим типом связи. Всего типов связи в словосочетании бывает три. Это согласование, управление и примыкание. Узнав нужную информацию про каждый из них, вы сможете с легкостью выполнять это задание и не путаться в нем никогда. Далее мы переходим к заданию номер пять. Задание номер пять – это задание на орфографический анализ. Перед вами будет пять строчек. Началом каждой строчки будет являться жирное выделенное слово, которое будет написано априори верно. Вам нужно найти ошибку в объяснении написания той или иной орфограммы в этом слове. То есть, например, расценивать. На конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква «с». Само слово «расценивать» написано верно. Вам нужно найти ошибку в объяснении написания орфограммы, если она, конечно же, есть. То есть, задание номер пять подразумевает, что вы знаете довольно много правил. Например, как нужно писать слова с чередующейся гласной, слова с безударно непроверяемой или проверяемой гласной? Какие правила необходимо использовать при прописании приставок, при прописании суффиксов личных окончаний глаголов, при прописании суффиксов причастей? А также, как нужно писать слова сне-ни, как нужно писать разные части речи, например, слитно, раздельно или, может быть, даже через дефис. Также в этом задании могут встречаться какие-то мелкие правила, которые вы сможете узнать при прорешивании сборника от ФИПИ. Теперь мы с вами перейдем к большому блоку – это задание по тексту. Задание по тексту номер один – это задание шесть. Задание номер шесть вас попросит выбрать высказывание, которое соответствует или не соответствует содержанию текста. Чтобы верно выполнить это задание, вам нужно внимательно прочитать текст. Казалось бы, это так просто, но не всегда. Вам нужно не просто внимательно считать текст, а отмечать какие-то мелочи, на которых вас могут подловить составители экзамена. Следующее задание – это задание номер семь. Для того, чтобы качественно выполнять задание номер семь, вам нужно знать основные средства выразительности, которые встречаются на ОГЭ. Это метафора, сравнение, олицетворение, фразеологизм и эпитет. Эти пять штук встречались в сборнике ОГЭ-2022. Что встретится в сборнике ОГЭ-2023, мы с вами скоро и узнаем. Задание номер восемь является довольно простым. Вам нужно будет в тексте найти синонимы, антонимы. Возможно, вам нужно будет найти фразеологизм или самостоятельно, или при помощи текста подобрать синоним к какому-то слову. Это несложно. Достаточно внимательно читать контекст, в котором употребляется это слово. Теперь мы с вами переходим к третьей части экзамена по русскому языку. Это сочинение. У вас есть три варианта, какое сочинение вы можете писать. Сочинение 9.1 является по-настоящему сложным и необычным, потому что вам нужно его писать в научном-публицистическом стиле, а также использовать два примера из этого текста относительно цитаты какого-то известного человека. Это не так просто. Поэтому мы настоятельно советуем готовиться к сочинению 9.2 или к сочинению 9.3. Совет. Не нужно готовиться только к одному сочинению в течение года. Вы можете прийти на экзамен и понять, что оно вам кажется сложным, а особенностей другого сочинения вы не знаете. Чтобы не попасть в просаг, старайтесь готовиться и к одному, и ко второму. Итак, какие особенности есть у сочинения 9.2? Когда вы пишете сочинение 9.2, перед вами появляется цитата из текста. Это может быть одно предложение или даже несколько. Далее вам нужно объяснить, как вы понимаете эту цитату, то есть объяснить смысл этого высказывания. Далее вам нужно привести два примера из текста, каждому из них дать некие пояснения. Что такое пояснение к примеру из текста? Это вы объясняете, как бы доказываете, почему именно этот пример является иллюстрирующим, конкретным и качественным относительно высказывания, которое вы встретили в самом задании. Далее вы пишете вывод. Казалось бы, ничего сложного. Бывают такие тексты, в которых действительно трудно найти два качественных примера и как-то их пояснить. На этот случай есть сочинение 9.3. Давайте теперь поговорим про особенности сочинения 9.3. Во-первых, вам нужно дать определение понятия. Например, смелость – это качество человека, которое помогает в трудных ситуациях. Далее вам нужно дать некий комментарий к этому определению. Объяснить, почему именно смелость помогает в трудных ситуациях, а также важно не забывать про тему вашего сочинения. Да, в 9.3 вам нужно написать сочинение рассуждения на какую-то тему. Например, какие качества проявляет смелый человек. Значит, когда вы комментируете определение понятия, вам важно косвенно ответить на этот вопрос. Когда вы закончили с первой частью, которая называется тезис, вам важно перейти ко второй части – это аргументация. Здесь также необходимо привести два аргумента, но первый аргумент у вас будет из текста, а второй аргумент – из жизненного опыта. Жизненный опыт – это не только литература. Это кинематограф, это биография известных личностей, это история. Также это все же может быть, конечно, литература, но вовсе не обязательно. Вы можете привести пример даже из своей жизни, если он будет качественный. Вы можете его выдумать. Ну, писать, например, про то, что вы путешествовали по разным планетам, вряд ли стоит. Эксперты в это не поверят и снизят вам баллы. Поэтому, если вы выдумываете, то выдумайте качественно. Давайте с вами обсудим организационные моменты. У вас есть три части ОГЭ. Первая часть – это изложение, вторая часть – это тестовая, третья часть – это сочинение. На эти три части вам дается 3 часа 55 минут. Возможно ли сделать это все за 3 часа 55 минут? Конечно. Возможно ли это сделать быстрее? Безусловно. Если вы в течение года готовитесь, занимаетесь, пишете сочинения, пишете изложения, выполняете пробники, знаете структуру экзамена, то вы без проблем сможете выполнить экзамен на отлично и довольно быстро. До встречи с вами на вебинарах и на других роликах. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok